Всем добрый день! Меня зовут Татьяна Момот. Я являюсь молодым украинским дизайнером, шью одежду. И поэтому сегодня хочу поделиться с вами идеями, что же носить зимой и как одеваться. На мне сегодня яркое пальто, и это неспроста, потому что мы будем говорить о цвете. И я рекомендую этой зимой все-таки выбрать яркость, потому что, во-первых, зима наша достаточно скудна на цвета сама по себе. Плюс снежок мы увидели только сейчас, и это, конечно, замечательно, но хочется добавить ярких красок. Итак, что же носить этой зимой? Зимой, которая скудна на цвета, и когда снег выпадает столь редко, я рекомендую носить яркие пальто. И сегодня мы на примере рассмотрим пальто оранжевого цвета и пять образов вместе с ним. Всегда выигрышно смотрится, когда вы одеты в черно-белую цветовую гамму, и при этом на вас яркий акцент. Но это все равно, что на белый холст нанести яркую краску. Яркое пальто выделяется, и вы, естественно, бросаетесь в глаза, то есть на вас обращают внимание. В этом образе черно-белая основа и яркое оранжевое пальто. Выбран еще и берет, он придает такой французский шик. И в этом сезоне я рекомендую носить береты, потому что они в тренде. Снова на береты появилась мода. Это очень классно смотрится и действительно женственно. Следующий образ, который я рекомендую с оранжевым пальто, это образ на контрасте. У вас под рукой должен быть вот такой цветовой круг для того, чтобы красиво сочетать яркие цвета друг с другом. Как правило, они сочетаются очень выигрышно. И в интернете очень подробно об этом круге есть информация. Я не буду останавливаться. Скажу о том, что наш образ создан на основе противоположных сочетаний. Это оранжевый и синий. Очень красиво смотрятся эти цвета, дополняют друг друга. Оранжевое пальто, синие джинсы, ярко-синяя шапка. Этот образ смотрится очень ярко. И цвета только усиливают друг друга. То есть, если вы хотите выглядеть еще ярче, сочетайте противоположные цвета. Продолжая этот образ оранжевого и синего, я вам покажу, как красиво сочетается оранжевое пальто с темно-синим цветом. Тона цветов вы тоже можете менять в зависимости от того, какой характер вы хотите придать образу. И третий вариант, как можно еще сочетать яркое пальто в гардеробе, это немножко приглушить этот цвет при помощи монохромного сочетания, либо подбирая светлые оттенки в той же цветовой гамме. В данном случае это платье, которое в теплом бежевом цвете. И оно немножко приглушает оранжевый цвет пальто. Выглядит прекрасно, особенно для блондинок. В данном образе вы можете использовать не только те ботинки, которые надеты на девушке, но и ботинки грубые, на низком ходу. Сейчас в моде можно смешивать абсолютно любые стили, поэтому не забывайте играть с этим. Не только к классическому пальто можно подбирать классическую обувь на каблуке, но также вы можете сочетать классическое пальто с грубой обувью. Это тоже очень интересно. И как продолжение образа в этой же цветовой гамме, можно посмотреть на образ в другом стиле. Это деловые костюмы. Не забывайте, в этом сезоне деловые костюмы являются просто, ну, мега-трендом. И их нужно использовать в своем гардеробе, просто умело сочетать. Вы можете сочетать деловую костюм с теплым гольфом. Это сейчас, в это время зимой. Весной можно будет надевать с блузкой. С пальто они прекрасно смотрятся. И опять же, обувь. Можно использовать обувь классическую на каблуке, а можно использовать и грубые ботинки. В общении с девушками я сталкиваюсь с такой позицией, что, ой, это слишком яркий цвет. Ой, давайте мне что-то серенькое. Или я не представляю, как и с чем его можно носить. Вот сейчас вы увидели, как легко можно сочетать оранжевое яркое пальто с абсолютно разными образами. И все эти образы являются повседневными. То есть их можно носить в повседневной жизни. Это не образ на подиум. Поэтому я хочу вам порекомендовать, учитывая то, в каком городе вы живете, что этот город все-таки не столь ярок на архитектуру, как, например, европейские города. Вносите в этот город яркие краски, носите яркие вещи, выделяйтесь, обращайте на себя внимание и не бойтесь этих цветов. Редактор субтитров А.Семкин